МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, а кто-то еще в холоде сидит. Я напомню, что отопительный сезон у нас в областном центре стартовал официально 15 сентября. То есть тепло начало подаваться в многоквартирные дома. По традиции ресурсно-снабжающая организация Т-Плюс опубликовала график подачи тепла. Сегодня какой день получается у нас? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Шестой, да, получается. Вот я сейчас смотрю на эту интерактивную карту и понимаю, что здание, в котором, в частности, наша редакция находится, вот она на пятый, на шестой день включения у нас тут назначена. Но у нас пока здесь радиаторы отопления холодненькие. Это в том числе район театральной площади, где мы, собственно, находимся. Ленина от Пятницкой на юг, Октябрьский проспект, ну и так далее. Традиционно у нас на 10 дней включение тепла растянуто. И последними, насколько я понимаю, получат тепло отдаленные периферийные районы областного центра. Ну, как это обычно бывает. В общем, о начале отопительного сезона сегодня будем говорить. И наши гости. Николай, представляем. У нас сегодня гости как раз из той самой компании, о которой ты говорил, Т-Плюс. Это Алексей Ипатов, руководитель тепловой инспекции «Энергосбыт-Плюс». Алексей Юрьевич, добрый день. Добрый день. И Ольга Румянцева, замруководителя пресс-службы Кировского филиала «Т-Плюс». Ольга Владимировна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну, мы прекрасно понимаем, что у вас сейчас такие насыщенные, беспокойные дни. Все-таки ответственная задача подать в областной центр тепло. Тут еще масло, можно сказать, сподлило накануне исполняющей обязанности главы нашего региона. Как сейчас его называют? Избранной исполняющей обязанности. Избранной, да. Очень сложная такая формулировка. Цитата буквально везде разлетелась посредством массовой информации. Ну, там речь шла о горячей воде, конечно, в первую очередь. Ну, как он сказал, ситуация вопиющая. 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 Когда мы с вами допустили страшное, мы людей обманули, обещали 15-го числа дать горячую воду, в несколько домов не дали. Нельзя немного соврать. Один дом не включен, это обман. Ну, и дальше великая. Мне так стыдно никогда еще не было. Да. И после этого он, кстати, добавил, что в следующем году, 1 сентября, крайний срок. Для горячей воды. То есть все раскопки, так называемые. Что должны быть закончены. Гидравлические испытания, работы по замене коммуникаций подземных должны быть завершены до окончания лета уже, 2023 года. Ну, не знаю, поживем и увидим, конечно. Мы так посмотрели, да, на наших гостей и сказали, поживем и увидим. Как вообще в ресурсно-снабжающей организации отреагировали вот на это заявление? Ольга, Алексей, прокомментируйте. Да, я, наверное, скажу общую информацию, потому что задача у нас на следующий год будет включить всю горячую воду к 1 сентября. Мы к этому будем стремиться и, конечно, к этому будем идти. Но если сравнивать с тем, что было три года назад, то ситуация намного улучшилась, она изменилась, потому что три года назад было подписано консессионное соглашение с правительством Кировской области и компанией Т-Плюс и администрации города Кирова. И вот это соглашение, оно позволило существенно обновить тепловые сети города Кирова. То есть уже порядка 180 километров тепловых сетей заменили по городу Кирову. Только за этот год это больше 40 километров. Поэтому те отключения, которые были несколько лет назад, и те отключения, что сейчас, ну, это уже цифра гораздо-гораздо меньше. Если говорить про готовность тепловых сетей, в прошлом году это была цифра чуть менее 90 процентов на 1 сентября. В этом году это уже порядка 97 процентов. То есть вот эти 3 процента, конечно, есть год для того, чтобы потянуть и улучшить. 3 процента это те же самые люди опять же. Конечно, конечно, да. Поэтому отчасти, конечно, в Рио губернатора прав. Конечно, поэтому мы, конечно, и над этим компания будет работать. Вот могу привести пример улицы Юрдякова, о которой мы уже говорили. До начала передачи. Да, до начала передачи, да. Где за прошедшие 2 года переложили более 3 километров тепловых сетей. Если раньше вхождение в отопительный сезон домов по этой улице, оно было просто проблематичным, то в этом году все в ситуации гораздо легче. И вот такие комплексные реконструкции, которые сейчас в Кирове проводятся, они, конечно, положительно влияют уже и на сроки отсутствия горячей воды, и на сроки подключения отопления. А на Юрдяковой работе уже завершены полностью? Или ключевые участки удалось еще на данный момент поменять? В этом году те реконструкции, которые проходят в городе Кирове, они проходят без отключения у потребителей горячей воды, и, конечно, не влияют на подачу отопления. То есть для этого построены резервные сети, которые на время реконструкции работают. Сейчас основная проблема у нас остается, наверное, по так называемым домам-паровозам. То есть это у нас несколько адресов. Например? Например, Кольцово, Кольцово 22-1. Там постоянно идут жалобы со стороны жильцов, так как у них бойлер находится в доме по Кольцово 24. И, соответственно, когда отключают бойлер в этом доме, там отключает старший по дому, то... Паровозом и у них, собственно, происходит отключение. Поэтому паровоз-то так, что он прицеплен? Он вагончик. То есть дом-паровоз, он остается с горячей водой, а дом-вагончик, он остается без горячей воды. Что за техническое решение в свое время там было сделано? Чтобы в советское время там не думали, наверное, особо... Экспериментировали люди, да? Надеюсь на то, что в случае чего они смогут потом быстро устранить там неполадки, заменить оборудование и так далее. Ну да, сейчас не вправе, конечно, судить и ругать технические решения. Это есть по Некрасово 44 и Октябрьский 16 точно так же. То есть их дома-паровозы, там если перекрывают бойлер, то дома-вагончики остаются уже без горячей воды, без ресурса. Поэтому тут, к сожалению, да. Я за временем работаю несколько раз, причем в каждом из случаев, в которых Ольга Владимировна, каждый раз я с этими потребителями встречался, и это всегда связано с какими-то... С жителями этих домов-паровозов, так сказать. И домов-доноров в том числе. У них всегда начинается имущественный спор, кто должен, например, ремонтировать бойлер, который стоит в подвале одного дома, и готовит ГВС, ну, горячую воду для нужд обоих домов. То есть, по закону, как бы, общедомовое имущество находится в стенах одного дома. Вот, но жители, которые, там, например, оплатили реконструкцию этого бойлера, они начинают спорить с теми, для кого этот бойлер готовит горячую воду. Ну, которые не оплатили реконструкцию. Да, и начинается вот это вот, как бы... Конитет, спор, неразбериха. Да, и до очень острых ситуаций доходит. На Кольцово, например, там люди уже просто, ну, друг друга просто, мне кажется, не видят эти дома. Ну, Алексей, а какое-то решение у этого есть? Да, техническое может быть. Или юридическое какое-то решение, чтобы этот бойлер вообще был ни тех, ни других. Какие технологии вообще существуют? Есть судебные решения, соответственно, которым вот у этих домов, если мы говорим про Кольцово, где бойлер должен быть в работе. Ну, да, то есть... В доме-вагончике. В доме по работе. Нет, ну, это решение, это да, что он должен быть в работе, это понятно. Он должен быть в работе. А кто платит-то за его ремонт? Собственники этого бойлер. Этого дома, да. Ну, смотрите, я вот, например, всегда старался как-то эти управляющие компании им сказать, что... А там еще и управляющие компании разные? Ну, в одном случае, если мы про Кольцово говорим, там ЖСК, а во втором управляющая компания. То есть, конечно, лучше будет, если просто представители этих жильцов возьмут, пожмут друг другу руки и как-то договорятся, не вынося это на суд. А единая управляющая компания, как минимум, да? Нет, я не про это. Я просто про... Ну, я не знаю, как бы, я не юрист, но просто, чтобы они какие-то между собой заключили отношения, в рамках которых они, как бы, ответственно будут обслуживать совместно этот бойлер. А тут-то ведь люди договорятся... Совершение, которое касается непосредственно подачи тепла. Да, да, да. Именно этого нюанса. Опять же, юридических нюансов я не знаю. Это просто мои такие популистские слова такие, но каждый раз ситуация выходит за рамки, вот этого полюбованного какого-то согласия, и каждый раз приходится там судебных приставов привлекать. Вот. То есть это сложный, открытый вопрос. Юридические дебри, конечно, как их называют, но... Но ведь это одна из тех проблем, которые возникли непонятно когда, в то время, какие были там юридические вещи, мы же тоже не знаем. А технические-то можно их решить, эти проблемы? Ну, техническое решение, которое мы предлагали, это просто оба, каждый дом сделать независим друг от друга. Поставьте каждый у себя свой бойлер, и как бы, ну, это опять же, ну... Это деньги собственников, это деньги непосредственных жителей. То есть просто сделать систему независимой друг от друга, то есть переподключиться к сети по-другому, установить свое оборудование и так далее. Вот. Вот порядок цифры сейчас можем назвать, вот именно вот, чтобы эти работы осуществить, ну, так, чтобы для понимания. Честно говоря... Или там разброс очень большой. Разброс большой, многое зависит от условий разных, то есть от конфигурации самого узла до, там, конфигурации подключения к наружной тепловой сети, там, ну... Ну, остальность... Стоимость самого там... Да, 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 важно, чтобы параметры совпадали, да, чтобы соответствовало, да. В старое время, там, грубо говоря, у тепловой узел с автоматикой, там, независимый, стоил, там, около миллиона рублей, там, плюс-минус, от множества зависит сейчас. Честно, даже не знаю, не знаю, не могу сказать. Ольга, давайте сообщим актуальные данные по подключению многоквартирных домов к теплу. Как продвигается вообще процедура? Само, если говорить по процедуре, то подключением непосредственно уже домов занимается управляющая компания. Я думаю, что Алексей Юрьевич сейчас по статистике скажет. Ну, вот накануне была информация, ближе к вечеру, она вчера была озвучена, там фигурировала цифра почти 630 многоквартирных домов, и там управляющие компании якобы отказались включать теплопотребителям из-за того, что люди считают, что еще тепло. Ну, вот, по крайней мере, такая информация озвучивалась. Какими вы данными обладаете? Давайте, так, мы включили, на текущий момент мы получили, я как бы в цифры в сухие вдаваться не буду, две трети домов в Кирове сейчас включены, получают ресурс. То есть еще треть домов, вот эта вот тысяча с небольшим, она делится на тех, кто нам просто еще, грубо говоря, ничего не сообщил, или до которых мы еще не успели дозвониться. Не сообщил, в смысле, готовы ли они вообще принять ресурсы? Да, то есть у нас, как у нас логистика построена, вообще вот роль тепловой инспекции во включении отопления. Во время включения отопления мы получаем огромное количество информации, как от сетей, о наличии готовности сетей, от потребителей, от там, от потребителей мы включились, мы не можем включиться, мы будем включаться тогда-то. То есть мы получаем огромное количество информации с разных сторон, и моя задача, и задача тепловой инспекции, это сделать некую воронку, чтобы понимать ситуацию и контролировать вот этот весь процесс включения, чтобы понимать, где там нужно ускорить процесс, где там нужно письмо какое-то написать, где обратиться там с администрацией, повзаимодействовать и так далее. То есть из всего этого потока сделать какую-то выжимку, которую можно использовать в работе, для того, чтобы проанализировать ситуацию? Анализировать и контролировать. И вот на текущий момент, грубо говоря, мы две трети жилых домов, мы от них получили обратную связь о том, что мы включились, у нас проблем с теплоснабжением нету, как бы разговор окончен, идем дальше. Вот. Еще треть домов условно делятся на те, которые отказались от включения. Во-первых, мы большое количество, мы работали в субботу и воскресенье, кто-то из управляющей компании в субботу и воскресенье не работал. То есть тогда мы получили большое количество отказов, которые сейчас заново отрабатываем. Плюс. Получается, мы отказываемся из-за того, что у нас слесарь отдыхает. Да, да, да. Было такое очень частое. В воскресенье мы вообще запустили там пару сотен домов, грубо говоря, у нас. То есть у нас всего домов 4248 МКД в Кирове. Вот. То есть, ну, мы включили 3072, если в точных цифрах. И вот остальные, вот отказов у меня на текущий момент, вот прямых отказов 276 уже осталось по сравнению с той статистикой, Ну, в рабочей неделе на 100 пилот. То есть слесаря вышли. Да, да. Около 20 объектов не включено по дефектам на наружных потребительских сетях. Ну, и вот около 800 оставшихся объектов, 28, извиняюсь, забыл упомянуть, все еще готовятся к зиме, то есть они прессуются, то есть у них дома еще... То есть у них даже паспорта готовности не получат? Ну, они уже их и не получат, но они должны хотя бы опросиваться. Как это не получат? Интересно. Паспорт готовности можно получить только, если ты его сдал до начала ОЗП. И сейчас они уже их не получат по правилам. Вот. И порядка 800 объектов оставшихся вот из тех цифр, которые я сказал, это те дома, которые еще... у которых график еще не наступил. Но мы хотим сегодня все обзвонить до конца, сегодня все включить, у нас такой план. И, то есть, около 300 мы еще просто не успели обзвонить, и около 500 мы уже обзвонили, но не получили обратную связь. У нас работа построена так, что у нас в несколько этапов мы звоним, вычеркиваем этот объект из списка, только когда получаем обратную связь. То есть вот сегодня хотим закончить работу по взаимодействию с каждым из потребителей и уже начать работать по проблемам по каким-то... То есть я понял так, что вот эти 500 домов, они не то чтобы не включены, просто у вас нет информации о том, включились они или нет. Да, 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 да. То есть собираем информацию, два раза в день обновляем эту информацию у себя внутри. Сигнал отправили, обратного сигнала не получили, как эхолот, да, своеобразный такой. Ну, до конца этой недели, собственно, должно быть, видимо, все решено. Запуск, отопление, это же не просто позвонить и сказать, открывайте задвижки, это... То есть по опыту, по своему... Наладка, отладка, всех этих коммуникаций. Да, где-то режим на сетях настроить, где-то по домам придется и в том числе и мне полазить там в воздух из системы выпускать, потому что не везде слесаря там понимают, что делать. Вот. Ну, решение частных проблем. Ну, это, в общем-то, каждый год такие вещи бывают, уже после начала отопительного сезона, когда совершенно возникают такие текущие вот эти вот вопросы с тем же воздухом, с тем-то еще там. Их надо арестовать. То есть мы сейчас запускаем по максимуму все, что как бы запускается хорошо и ударными силами пытаемся вот проблемные участки в частном порядке решать. Ну, вот сегодня, да, 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 просто добавлю то, что вот, например, выявилась ситуация то, что дома, там, 6 домов на перекресток Московской и проспекта строителей, их невозможно подключить, потому что ЦТП, который обслуживает частная компания, да, компания Никтон, насколько я, если я точнее, то, что они не подготовили за летний период центральный тепловой пункт и, соответственно, сейчас его невозможно запустить, поэтому сейчас в срочном порядке решается вопрос. То есть мы пытаемся со своей стороны принудить, чтобы они передали ЦТП администрации города для того, чтобы ТПлюс смогли подготовить данное ЦТП к отопительному сезону. Да, 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 потому что на данный момент этот ЦТП, оно, ну, как бы принадлежит другой компании, и мы со своей стороны не можем, не имеем права там не проводить никакие работы. То есть с тем, чтобы эта компания обратилась в администрацию города, и администрация города приняла ЦТП себе на баланс, и ТПлюс смогли провести там работы, подготовить к земле оборудование и подключить эти дома. Да, ведь эта процедура крайне небыстрая. Ну, я думаю, что сейчас... Ну, просто вот еще, ведь смотрите, вот было же все лето, и как-то хотя бы проконтролировать эту компанию частную, что они... Да, наверняка звоночки поступали и раньше, да. Просить, ребят, вы что-нибудь делаете, нет, или там как-то вот это, тоже надо их тревожить. Ну, есть, еще вот я могу привести пример, это улица Герцена, там сети также принадлежат другой компании, на данный момент также не устранен дефект. Герцена, это где именно? Герцена, то есть это перекресток Герцена-Володарского, там отключено 11 жилых домов и Санкт-Петербургский лицей, образовательное учреждение. А такие домики-то ничего такие? Ну, разные, там разные. Вот, и дело в том, что, да, тоже пытаемся как бы от этого, ответственного за эти сети добиться какого-то решения, но вот сейчас нужно, я думаю, с администрацией уже и с контрольно-надзорными органами оперативнее намного это решение получать. Ну, что люди не могут устранить дефект. Там три дня какая-то организация, там на связь то выходит, то не выходит. И вы не можете никак проконтролировать, да, то есть понять, работают они, не работают, что они там конкретно делают. Они не работают, и мы будем действовать там, заходить с разных сторон пытаться, то есть вот и такой работы оперативной и много. Мы хотим быстро получать результаты сейчас. Ну, вот тут интересный момент, вот опять же, в Рио губернатора, когда вот выступал, он же потребовал там усилить ответственность, там за несоблюдение сроков, наказать, вплоть до увольнения и так далее. Ну, вот получается так, что это было в вашу сторону, да, Камушек, а вот мы, я слушаю, вот эти частные компании, которые, по большому счету, просто забили на свои обязанности, да, и получается так, что на них сейчас вот никакого права нет. Ну, вы правы в том, что то, чтобы клиент получил горячую воду и отопление своевременное, чтобы были отключения минимальные, это, конечно, общая работа. Это общая работа там и со стороны теплоснабжающей организации, и со стороны, например, управляющей компанией. И вот как раз, наверное, такую немножко тему разверну, потому что сейчас у нас начало отопительного сезона, и мы больше обсуждаем то, кого подключили, кого еще не подключили, в какие сроки. Но вот еще две недели будет отладка гидравлических режимов, и затем уже настанет такой полноценный отопительный сезон, и придут холода, придут затем морозы. И то, насколько комфортно будет в квартирах, и то, насколько велика в том числе и будет плата за отопление, это зависит в том числе от того, как управляющая компания подготовили дома, которые они обслуживают к отопительному сезону. То есть там есть ряд обязательных мероприятий, которые они должны сделать. Это, например, промывка, которая, ну, очень важна внутри домовых именно систем. Ну, в прошлый раз мы говорили, что сейчас не только промывка, но еще и под давлением она должна делаться. Пропрессовка. Ну, просто промывка, она влияет как раз на то, насколько тепла надо подать в дом, чтобы... Помним физику. Теплопроводность такое явление из физики. И все это будет учитывать общедомовой счетчик тепла. То есть чем больше он учтет, тем больше мы все заплатим жителей этого дома. Поэтому на сайте Hot Water Kirov у нас сейчас ежедневно обновляется информация по готовности домов. То есть там полностью список, потому что, как вот Алексей Юрьевич сказал, что некоторые управляющие компании сейчас спешно еще мероприятия проводят. Да, уже они, может быть, не получат паспорт готовности, но мероприятия вот сейчас там... Нужно убедиться хотя бы, что когда они дадут ресурс, там авария не произойдет в чьей-нибудь квартире. Ну, там я утрирую, конечно. Ну, просто хотя бы немножко ответственности еще им нужно хотя бы проявить. Даже несмотря на опоздание с паспортом. А, кстати, в соцсетях уже стали появляться сообщения о том, что где-то тепло подали, буквально радиаторы были недолго нагревшимися и снова начали остывать. С чем это связано? Наладка режимов сетей. То есть понятно, что как бы сети постепенно включаются, включаются в работу, перепады давления скачут. Ну, нельзя исключать от того, что и сама укашка что-то может быть на доме начала делать. Там запустились, что-то пошло не так. В экстренном порядке, возможно, там какие-то проблемы устранить. Это все как бы причин много. Надо просто понимать, что две недели, как Ольга Владимировна сказала, да, будет, ну, будем ситуацию стабилизировать. И это будет чувствоваться, я думаю, конечными потребителями тоже. Ну, я думаю, лучше сейчас две недели почувствовать, чем день в декабре или там в январе. Так, ну, логично, конечно. Алексей, вы еще сказали, по-моему, 28 или 30 дефектов на внешних сетях, если не ошибаюсь. Что это значит? Это зона вашей ответственности или что это? Ну, нет, это на сетях потребителя. То есть как раз то, что на Герцена вот эта ситуация, то же, что Ольга Владимировна там говорила про 197-й ЦТП. То есть мы это интерпретируем у себя по ОТПлюсе как потребительские сети. И все, что на них происходит, ну, должен либо устранить потребитель, либо, ну, мы там начинаем взаимодействовать, если этого не происходит, с администрацией, чтобы администрация передала на обслуживание это дело нам, чтобы мы, как бы, это сделали. То есть вот есть несколько объектов, которые сейчас в таком статусе, что мы на эту ситуацию пока что не можем повлиять, но предпринимаем оперативные действия, чтобы уже можно было это сделать самим хотя бы. Что касается домов, которые пока еще ввиду того, что, ну, вот они сочли, пока тепло еще на улице, не хотят, чтобы их подключали к центральному отоплению. А технически вообще возможно их обойти, не повредив интересы других людей? То есть, например, возможно такая ситуация... Ну, то есть нет композиции системы паровозной, когда один дом там не включается, а остальные из этого страдают. А вы говорите, а мы вас не можем не подключить, потому что у нас останутся без тепла вот люди, которые там рядом с вами живут, а которые хотят получить тепло. Ну, паровозная-то это, наверное, наверное, такой редкий случай. Просто вот если мы говорим о домах, подключенных от ЦТП, на ЦТП просто хотя бы если 2-3 дома не открылись, там нельзя включать, например, насосы на ЦТП, сетевые. То есть если там только один дом там, ну, предположим, от ЦТП подключены, 5 домов, один готов, а остальные нету, возможно, он будет ждать, когда остальные будут готовы. Просто технически такая возможность появится, когда там 2-3, там, процентов 30-40 хотя бы системы будут заполнены. Иначе насос, ну, должен работать в определенных, как бы, границах. Параметрах. Да. Да. Ну, вот если вот такой пример могу привести. Но такого я не могу сказать, что это прям часто сталкивается, что кто-то из-за кого-то... Распространенный. Да-да-да. Кто-то из-за кого-то ждет такое редко. Ну, это скорее вот такая ситуация, как у нас в доме 4 подъезда, 2 крайних, 2 средних. В средних тепло хорошо, они не хотят включать крайние, им холодно, они требуют. Вот в итоге собирается этот народ, там, встречается управляющая компания, и те говорят, да к нам что делать? А там 50 на 50. То есть людей-то поровно живет, 2 крайних, 2 средних. Все равно получается, половина людей недовольны в итоге. Ну, может быть, я думаю, в этой ситуации. В этой ситуации, наверное, управляющая компания должна какое-то участвовать. То есть нам же не важно, что люди... Нам нужна заявка вот управляющая компания. Я понимаю, у нас управляющая компания решила включать. Ну вот, вот, волевое решение. Я, кстати, из-за этого благодарен, я живу в крайнем подъезде. Ну, в любом случае, история та же самая. Если сейчас у людей вопросы возникают по подаче тепла, они в первую очередь должны в свою управляющую, да, обращаться? В первую очередь в свою управляющую компанию, да. Интересоваться и там, почему. Почему есть или там... Или почему нет. Ну, в первую очередь сейчас, конечно, почему отсутствует. В любом случае, через 4 дня все дома города Кирова должны быть уже с отоплением. Неважно уже тут есть, как бы, желание даже жителей, половины дома жителей. Или, если они разделились, то есть есть все равно сроки, и все должны быть подключены. И дальше уже пойдет отладка гидравлических режимов для того, чтобы всем было, там, тепло разделялось, да, делилось там уже поровну, и всем было хорошо и комфортно. То есть получается у нас крайний срок подачи во все дома в областном центре 25-е число, это что получается? Да. Ну, 15-го, первый день, получается. Ну, 25-е, да, то есть это как раз завершение недели. Сейчас у нас будет небольшая реклама о старте отопительного сезона в Кирове. Мы говорим, через минуту продолжим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте напомним, как платим мы за тепло, Ольга. Там, где есть общедомовые счетчики, мы получим в квитанциях за сентябрь, то есть которые придут в октябре, да? За сентябрь, если мы говорим по оплате за отопление, те дома, где нет счетчиков, они получат в счете сумму за весь месяц, согласно нормативу. В тех домах, где есть приборы учета, соответственно, по приборам учета. По приборам учета, да. И вот сейчас на связи у нас Дмитрий Кондратов, замначальника департамента городского хозяйства, администрации нашего города. Дмитрий Александрович, приветствуем вас. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Да, хотим узнать оперативную информацию с точки зрения мэрии, администрации, как идет подключение тепла в многоквартирные жилые дома. У нас здесь в студии находятся представители компании Т-Плюс, они, собственно, своей информацией поделились. Вы как оцениваете ход подключения, какие проблемы возникают, как их решаете, насколько оперативно? Ну и цифры, да. Ну, понятно. Ну, в принципе, у нас с Т-Плюс вопросы мониторинга, они синхронизированы, и у нас примерно, наверное, такие же цифры должны быть. Ну, на сегодняшний день, насколько я знаю, подключено больше 50% домов, ну, примерно 3 тысячи домов подключены к отоплению. Ну, вот с учетом того, что погода все-таки располагает, как скажем, к теплу, известно, что часть управляющих компаний, ну, часть собственников отказались подключаться к отоплению, не знаю, по каким причинам, может быть, с целью экономии, а может быть, для создания комфортных условий, чтобы не было жарко. Ну, по нашим данным, все идет по плану, даже, наверное, немножко с обережением планируемого графика подключения домов к теплу. Как идет взаимодействие с управляющими компанией? Сотрудники Т-Плюс говорят, что нередко с проблемами-то сталкиваются. Существует некое недопонимание, так мягко говоря. Ну, да, я согласен, потому что, ну, так скажем, управляющих компаний очень много, их 117, и, ну, не со всеми, так скажем, налажены какие-то контакты, особенно, я так понимаю, сложно Т-Плюс с ними общаться, и зачастую нам, администрации, приходится подключаться к решению вопроса, в том числе и выходные дни, и там, ночное время, то есть мы знаем, ну, выходы на руководителей управляющих компаний, ну, в ручном режиме, к сожалению, приходится на некоторые организации воздействовать, чтобы они бегом там какие-то вопросы решали. Есть проблемы с некоторыми управляющими. Ну, Адмирий Александрович, нам вот наши гости из Т-Плюс подсказали, вот есть такая ситуация, когда, ну, компания частная не подготовила пункт тепловой, да, для подачи, для разогрева горячей воды, собственно говоря, и у Т-Плюс рычагов воздействия на эту компанию, естественно, нет. Есть ли у вас какие-то вот механизмы, которые мы могли бы применить, чтобы они, во-первых, выполнили свой, а во-вторых, ну, какое-то, не знаю, может, наказание понесли даже за то, что они мешают подключению горячей воды? Ну, тут даже можно уточнить, мы имели центральный тепловой пункт в виду, который располагается в районе пересечения проспекта строителей и улицы Московской, да? Да, 197-го, да, Дмитрий Александрович. В курсе этой ситуации, да, Дмитрий Александрович? По проспекту строителей ЦТП 197, да, ну, оно никакого отношения к управляющей компании не имеет. Там сложилась ситуация, что правовой статус, ну, по собственности этого ЦТП, так скажем, не уточнен, потому что длительное время оно считалось, так скажем, бесхозяйным, и на него оформлялись права, и в этот период, пока оно имело такой, как бы, статус, то теплооснабжающая компания весь этот период, ну, почти там, почти 10 лет, оно проводило эксплуатацию и подготовку. Ну, буквально в этом году, уже когда на финальную стадию оформления прав пошли, в Росреевстре оказалась запись, что ЦТП числится за некой частной фирмой ООО «Никтон», и эта запись, право владения этого ЦТП, не погашена. И с учетом вот этих новых данных, Т-плюс, ну, просто она юридически не могла туда зайти, но сейчас этот вопрос мы урегулировали, нашли и собственника, да, он подтвердил, что прав, ну, так скажем, не претендует на права этот ЦТП, он уже давно от него отказался, и мы сейчас этот вопрос обратно возвращаем в русло, что Т-плюс продолжит эксплуатацию, я думаю, что в течение недели мы вопрос подачи ресурса через этот ЦТП решим. Ну, то есть вот до конца обозначенного срока, финального, когда тепло должно быть, теплом должны быть обеспечены все многоквартирные дома. А вообще вот... Да, поэтому ЦТП вопрос решен. Вопрос в том, если вот какая-то управляющая компания по каким-либо причинам, да, вот, ну, не готовится, как положено, и готовится к отопительному сезону, вот, скажите, что можете вообще сделать, что можете предпринять, чтобы как-то их активизировать, там, кроме уговоров, там. Ну, да, если вернуться к вопросу взаимодействия с управляющими компаниями, то все управляющие компании, они, так скажем, подпадают под лицензионный контроль. То есть они для того, чтобы управлять домами, получают лицензию в государственной жилищной инспекции, и, в принципе, мы такие уже управляющие компании выявили в процессе проверки готовности к отопительному сезону, и о них мы направили информацию в государственную жилищную инспекцию и прокуратуру города для мер воздействия и понуждения проведения определенных мероприятий. Ну, это не значит, что отопление в эти дома не придет. Просто там есть ряд замечаний, которые необходимо устранить и все-таки провести эти работы так или иначе, рано или поздно, надо их сделать. Дмитрий Александрович, администрация города — это орган исполнительной власти, который традиционно получает и жалобы еще от горожан. Вот по поводу начавшегося отопительного сезона есть в последние дни жалобы, конкретные обращения от жителей областного центра? Ну, да, они поступают к нам как напрямую, так и... Сейчас мы отслеживаем все обращения через соцсети, ну, наверное, такой формат общения более удобный гражданам. Ну, стараемся оперативно решать эти вопросы и даем ответы по включению. Таких длительных отключений по горячей воде становится все меньше и меньше. Ну, я даже скажу по опыту, так скажем, прошедших последних двух-трех лет, ну, вообще в разы меньше стало жалоб и обращений. Я думаю, это связано с тем, что все-таки реализуется на территории города Кирова конституционное соглашение. Да, тут как бы есть неудобства в плане раскопок, но эффект свой, так скажем, получаем, что меньше жалоб. Если, ну, для сравнения, просто в предыдущие годы в единую диспетчерскую службу города Кирова поступало более сотни звонков в день, то сейчас мы фиксируем, ну, не больше 20 по определенным жалобам, то есть в разы уменьшилось. Но такие обращения есть. Спасибо, благодарим вас за комментарии. Дмитрий Кондратов, заместитель начальника департамента городского хозяйства, администрации нашего города, буквально минуты чуть меньше у нас остается. Мы, по-моему, еще не поговорили, Алексей, о тех проблемах, которые возникали вот в эти последние дни подачи тепла, аварии, возможно, где-то прорывы, насколько это трудоемкое занятие их устранять. Или серьезных таких происшествий не наблюдалось? Сейчас заканчиваются плановые работы. Несколько, конечно, было аварий, но их сразу устраняли. И тут я не думаю, что вот прям что-то есть такое масштабное, на чем стоило бы отдельно останавливаться. Все в рабочем порядке. Я бы даже сказала, что это все-таки не авария, это были дефекты, потому что те сети, которые от СТП до домов, они не проводятся там опрессовкой, поэтому при пуске тепла там, да, возможно появление дефектов. Вот это вот последняя миля. Их всех, все вот эти дефекты оперативно сейчас устраняют. Но это ответственность-то чья уже получается? Это тепловые сети компании ТПлюс. Это ТПлюсовские, да? Да, да, да. Это вот последняя миля, которые наши есть, которые принадлежат другим компаниям. В основном ТПлюс обслуживает. Нам на этом приходится завершать наш разговор. Время дневного разворота завершается. Спасибо нашим гостям. Ольга Румянцева, замруководителя пресс-службы Кировского филиала ТПлюс и Алексей Епатов, руководитель тепловой инспекции Энергосбыт Плюс. Спасибо. Всем тепла, что называется. Всем теплые сены. В обозначенные сроки. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.